Здравствуйте! В студии Город Плюс Андрей Владимирович Кочин, заместитель директора СПБ ГБУ Мостотрест. Андрей Владимирович, здравствуйте! Добрый день! Андрей Владимирович, первое, это хотелось бы получить Ваши комментарии по поводу ситуации с Володарским мостом, которая прошла в выходные. Чрезвычайная ситуация, которая произошла, это была связана со сбоем в работе механизма моста. Сразу хочется сказать, что технические характеристики моста позволяют обеспечивать безопасный пропуск транспорта и пешеходов. В данный момент в учреждении происходит проверка всех исходных данных для определения причин и недопущения в дальнейшем срабатывания системы в таком режиме и на других мостах в том числе. Пролетное строение абсолютно безопасно, ремонтные работы, которые проходили, они были выполнены в соответствии со всеми планами и графиками, и поэтому никаких у нас сомнений по поводу того, что какие-то могут возникнуть подобные ситуации уже нет. Первый раз такая ситуация. Можно говорить о том, что абсолютно точно повторение ее исключено? На самом деле ситуация это на моей памяти уже третий раз. У нас было раскрытие биржевого моста, тоже нештатное срабатывание ситуации. Это порядка 20 лет назад было. И Гренадирский мост, тоже развод пролетного строения, тоже был связан с автоматикой, когда она там сработала нештатно. Это было порядка 25 лет назад. Но вот за последние 20 лет это первый случай. А вот за последние годы оборудование мостов, оно существенно поменялось? Само оборудование мостов, да, в плановом порядке производится его замена. Потому что те насосные станции, которые были поставлены в 70-80-х годах, они, конечно же, уже потихоньку исчерпали свой ресурс. Поэтому и Володарский мост один из таких мостов, где мы планируем в этот межновиграционный период выполнить замену двух насосных станций из четырех, которые на нем стоят. То есть те, которые по датчикам, по показаниям системы автоматизированного управления моста показывают, что уже там какие-то есть незначительные отклонения от штатных режимов, мы их просто заменим. И опять же, это возможно производить только в межновигационный период. В автомобиле двигатель на ходу не вынимают. Поэтому до конца навигации, до конца ноября месяца мост будет работать в полном объеме, каждую ночь разводиться по заявкам в ГБУ Володогобалта и пропускать сюда. — Санкт-Петербург — город мостов. Порядка 400 мостов в вашем видении находятся? — Ну, если сказать более точно, у нас 432 моста и 779 сооружений, в которые еще входят и пешеходные тоннели, транспортные тоннели, надземные пешеходные переходы, путепроводные развязки. Но это, опять же, не все сооружения в городе, потому что у нас еще есть железная дорога, порядка 7 сооружений автодорожных мостов у них на содержании находятся. Также есть ведомственные разнообразные искусственные сооружения, есть пешеходные тоннели, находящиеся на содержании Петербургского метрополитена, есть два пешеходных тоннеля, которые находятся на содержании частных организаций, такие как электросила, например, под Московским проспектом. Параллельно с нашим пешеходным тоннелем, который находится у метро «Электросила», там находится еще один пешеходный и автодорожный, автоотработный тоннель, которые частными являются. Ну и есть пешеходный переход к бывшему причалу Ленрич-порта, это Абуховская оборона, набережная. — Прирастаете каждый год за счет чего? — В городе существует, наверное, сейчас порядка 120 сооружений, те, которые в районах еще не прошли оценку и кадастровый технический учет. Они постепенно районами оформляются в казну Санкт-Петербурга и, соответственно, попадают к нам на содержание. Мы уже сразу же выполняем их техническое освидетельствование и принимаем решение о том, что можно по ним осуществлять движение пешеходов либо транспорта, либо необходим срочный ремонт и вплоть до закрытия. В прошлом году мы в Горелого точно так же приняли два сооружения, два небольших пешеходных моста, сделали их обследование и по результатам сразу же поняли, что движение надо закрывать. Однозначно закрыли их, разобрали специально даже доски и настилы на прохожей части для того, чтобы даже ни у кого не вызывало сомнений, что туда можно ходить. С щитами огородились, сейчас уже проекты выполнены, мы находимся в стадии закупки необходимых материалов. И просто с собственными силами, с силами предприятия сделаем замену на новые мосты. Обывательски считается, что ремонт моста, замена дорожного полотна – это такой долгий процесс. Но если закрыть движение на мосту полностью, вот, допустим, на мосту Александра Невского, за сколько его можно по времени отмонтировать? Мост Александра Невского. В черте города самый длинный мост. Километр 200 метров, 6 полос движения. Ну, именно если про этот мост говорит, при полном закрытии автомобильного движения, это где-то 3 дня на фрезерование, снятие асфальтобетонного покрытия, порядка 4 дней на устройство нового. А дальше необходимо будет дождаться момента, когда полностью остынет пролетное строение. Зимой – это меньший период времени, летом, соответственно, больший. И нанести разметку для обеспечения безопасности дорожного движения. Ну, то есть, для моста Александра Невского на скидку, если так, ну, до двух недель, полторы-две недели можно уложиться. В идеальной ситуации? В идеальной ситуации, да. Но для города данная ситуация, на самом деле, очень редка. В основном нам дают разрешение работать по полосам, есть ограничения по движению в пятницу и в воскресенье, для того, чтобы обеспечить либо выезд людей из центра города на дачу, либо въезд в город для того, чтобы люди домой могли заехать. Ну, а с ним все можно объехать просто. Да, и опять же, да, количество у нас мостов, хоть и большое в городе, но основные пути, маршруты, они всем известны, и все магистрали, они единичны. Поэтому работаем практически 100% под движением. У вас, кроме вот обслуживания и обеспечения разводки, сведения мостов, вообще титанический объем был сделан к Чемпионату мира по футболу? Ну, Чемпионат мира по футболу, да. То есть мы сделали отдельную программу подготовки объектов на трассах, маршрутах, подъезда гостей и участников, собственно, этого мероприятия к гостиницам, к аэропортам, к железнодорожным вокзалам, к местам дислокации, таким как фан-зона, например. На пути следования, соответственно, были полностью приведены в порядок пролетные строения, был заменен, где необходимо было, асфальт, окрашены пролетные строения, окрашены перильные ограждения. Ну, мы должны были показать город, как бы, красивым, и чтобы туристы запомнили его привлекательным. Это одна сторона, с другой стороны, все осталось горожанам. То есть огромное количество инфраструктуры. А в рамках основных своих работ мы каждый год выполняем полный комплекс, необходимый по постоянному уходу сооружений. Это у нас и уборка сооружений, это у нас и окраска плановых ограждений, пролетных строений, это плановая замена асфальта. Вот на этом особо хочется остановиться, потому что, ну вот, чемпионат мира прошел, и мы сразу же приступили к своим плановым работам. То есть до чемпионата мира мы успели вот ряд сооружений только привести в порядок, такие значительных. Это у нас был Дворцовый мост, Биржевой мост, Троицкий мост и ряд других там сооружений, которые были именно на трассах. А после мы приступили уже к своим тем плановым работам, которые мы и хотели выполнить в данном период времени, в данной... Ну вот можно сказать, что мы, ну вот к Мондуале мы восстановили окраску первого и второго садовых мостов с элементами золочения, что не только для гостей чемпионата, но и для жителей города, и просто гостей, те, которые сейчас пользуются этими объектами, благоприятное впечатление производят. Второй инженерный мост окрасили, Каменноостровский, Ушаковский мост. На Ушаковском мосту значительный объем работ был сделан с элементами архитектурного дизайна. Вот эти у нас злосчастные колонны, которые архитектурные, и они вот состоят из многочисленных мелких элементов, топориков, каких-то там щитов, вот этих все, что из них там внутри. Охраняемые элементы все, да? Ну да, это все объекты, которые под охраной государства, это объекты культурного наследия, соответственно, это все выполняется по проектам, которые проходят согласование нашего КГОПа, соответственно, принимаются эти объекты с повышенным, как бы, вниманием. И вы же их делали? У Мостотреста есть лицензия на выполнение работ на объектах культурного наследия. Значит, мы восстанавливали в основном собственными силами элементы архитектурного и дизайна, а подрядчик, который был, соответственно, с РФЗ выиграл конкурс и выполнял, у него тоже есть соответствующее разрешение на работу с объектами культурного наследия. Андрей Владимирович, а что такое футбольная сборная мостов Петербурга? Ну, это такой интересный посыл был сделан нашей организацией для того, чтобы не только показать город как сторону, принимающую один из этапов чемпионата мира по футболу, но и вот этим вот футбольной сборной мостов, это мы назвали такой комплекс мероприятий по помощи жителям города и гостям города, добраться от мест дислокации транспорта, это станции метрополитена, какие-то пересадочные узлы, там, трамвай, автобус, там, троллейбус, до стадиона. И по ходу этого маршрута мы сами прошли, как бы, вот этот маршрут и достопримечательности, такие как значительные какие-то там ресторанные дворики, магазины, интересные здания и так далее, нанесли все это дело на карту, присвоили каждому маршруту ее номер и, как бы, вот нанесли на карту. Она была и интерактивная карта, и карта была, раздавалась, ну, как бы, вот, как раздаточный материал в том числе. То есть там было и для детей интересные маршруты, и для взрослых, для тех, кто там рыбную кухню хочет увидеть, мясную кухню, какие-то изыски там по бутикам или что-то, ну, вот все, что было вокруг стадиона и на путях следования к стадиону или от него, вот было нанесено на данную карту. Ну, мы посчитали, что это будет в том числе как информационная составляющая этого праздника тоже мероприятием для города. В Санкт-Петербурге все превращается в культурную программу. Ну, мы живем в таком городе, мы, в общем-то, любим этот город, поэтому хочется, чтобы к нам приезжали гости и передавали свои внутренние чувства своим друзьям, знакомым, для того, чтобы быть на высоте по сравнению с другими городами. Аналоги такого вот проекта, как футбольная сборная, планируете? Ну, я сейчас не отвечу, но в планах, в ближайших планах нет. У нас сейчас в ближайших планах, это уже, собственно, обозначено, это чемпионат Европы 2020 года. Надеемся, что скоро уже будет определен, как бы, перечень объектов, которые будут задействованы в этом чемпионате. Соответственно, мы будем точно так же готовить трассы подхода, подъезда и приводить в соответствие. А сами примерно представляете уже, да, что еще нужно будет сделать в чемпионате Европы? Ну, большой задел был сделан в этом году, в предыдущие три года большой задел. Поэтому, скорее всего, будем уже так вот доводить до ума и поддерживать то в том состоянии, как сейчас довели. Потому что стадион, он у нас не поменяется, я думаю, второй не построен. Андрей Владимирович, не могу не задать вопрос. Есть любимый мост у вас? Большоохтинский. Мне, как инженеру-мостовику, инженеру-строителю, нравится его лаконичность, нравится его архитектура. Он вот истинный мост. Хотя, конечно, нужно говорить о том, что, как все говорят, там, дворцовый мост, да, но для меня Большоохтинский, он больше все-таки, как с точки зрения инженерной конструкции, инженерной мысли, он более интересен. Спасибо. В студии «Город плюс» был Андрей Владимирович Кочин, заместитель директора СПБ ГБУ «Мостотрест». СПБ ГБУ «Мостотрест». СПБ ГБУ «Мостотрест».